добрый день друзья я владимир васильев я снова рад вас приветствовать на своем канале и сегодня на самом деле видео наверно будет о том мы попробуем ответить ну скажем так наиболее частые вопросы которые попадаются в комментариях но в любом случае сегодня прекрасная погода на видео начнем с полета на самолете так что давайте вот у нас 414 цесна и как раз сегодня нужно облетать так что полетели ну наверно так часто задаваемый вопрос в зимних северях курточка называется канадагус поэтому это это часто задаваемый вопрос модель пилот часы называется garmin pilot по-моему в основе это часы феникс но это как бы модель для пилотов которая обладает определенными функциями то есть в ней загружена эта дата карта их можно синхронизировать с айпэда можно синхронизировать самолетом самим функционально пользуясь ими наверное на самом деле такая очень удобная функция в которой у них есть это они автоматически начинают записывать время кто ленится вести летную книжку то есть совершенно спокойно об этом можно в приложении на телефоне посмотреть где когда какие полеты во сколько взлетел куда летел как прилетел и посмотреть весь маршрут они сохраняют куча всяких других функций навигационных то по факту действительно вот это полезная функция людей которые забывают записывать картошка стоят 10 гривен мясо стоит куриное где-то там полно пятидесяти до до 130 гривен ну наверное опять это ситуативный вопрос который сейчас происходит да как бы члены экипажа они немножко по другим правилам на сегодняшний момент проходят и в общем-то как член экипажа да может можно летать без вакцинации я ни разу не встречал чтобы спрашивали пациент с когда ты идешь как экипаж но по сути честно ли каждый должен сам принимать я точно скажем так я не призываю к прививками ни в коем случае не являюсь этим адептом анти прививочников каждый должен принимать решение уже сам по себе но и самый популярный вопрос как выходе в туалет по очереди на самом деле первое таком самолет на который мы сейчас находимся в нем присутствует туалет ну как правило на самом деле проблема туалета больше надуманная потому что из одноразовые туалеты которые это как минимум и пакетики которые распечатываются потом заклеивающийся и в нем находится банальный силикогель который у кого есть котики те знают и эта штука запечатывается и на самом деле этим гораздо удобнее пользоваться потому что во первых они одноразовые их просто выкинул и все потому что самолеты даже с туалетами но к сожалению потом эти туалеты нужно чистить даже при наличии туалета на борту в общем-то в своем удобнее пользоваться одноразовыми причем они определенной формы я не буду на тени даже так сделано что они удобны и для мальчиков и для девочек самый простой вариант это посадка буквально вчера у нас американец он на rv-12 мы как раз летали на айконе и он на rv-12 летел в киеве приземлился здесь у нас житомире причем ситуация была приземлился конкретно просто в туалет он объяснил что ребята ну нужно в туалет запросился приземлился приземлился сходил пописал в туалет запустился и улетел дальше почему они не расширяют производства не подключают инвесторов если у них очередь 5 лет это же просто потеря клиентов ну на самом деле я готов предположить что все равно какое-то производство ограниченное существуют производственные мощности существуют мощности поставщиков поставщиков ну как бы не знаю просто яркий пример тот же самый робинсон 66 то есть робинсон 66 не производится только стоил 100 штук только по той причине что компания rolls-royce выделяет для робинсона 100 двигателей в год законтрактовано то есть хотя заказов на робинсон 66 гораздо больше то же самое по vision jet у но существуют возможности купить его быстрее до чтобы приобрести циррус чтобы стать циррус в очереди существует следующая программа то есть вы подписываете контракт цирруса получаете квоту и естественно вносится залог то есть он условия как правило такие 10 процентов стоимости самолета вносится вперед и потом 10 процентов стоимость еще оплачиваются при за 6 месяцев до изготовления самолета и уже собственно говоря оставшиеся 80 процентов можно оплатить уже в момент получения самолета называть быть откровенным сейчас очень рады что большое количество людей на самом деле подавляющая масса это люди бизнеса причем это очень очень много с разных отраслей то есть люди в том числе покупают очень много ребят покупают из идти то есть приходит очень много людей и производственники покупают из люди реального бизнеса которые делают и в общем то ну есть люди у которых и аграрные компании есть люди у которых по производству там какие-то небольшие производства и более того что есть люди которых просто там не знаю там владелец который имеет там автосервис какой-то или что такое то есть люди реально понятно что дорогие самолеты покупают как правило люди которые имеют большие крупные компании зарабатывают Если мы говорим о дорогих бизнес-джетах, если мы говорим о чем-то более дешевом, то достаточное количество среднего класса людей покупает самолеты и в общем-то даже кто-то может позволить себе, кто работает на компаниях и получает хорошие зарплаты. Все-таки людей, которые могут позволить себе самолеты, становится все больше и больше. То есть сейчас самолет стоит порядка 100 тысяч долларов, но давайте сравнивать, что сейчас порядка 100 тысяч долларов стоит пятерка BMW в хорошей комплектации, а семерка стоит больше. Как это вот в комментариях не звучит очень часто, то есть как бы так вот наворовали или нет. Я скажу так, что вот общаясь, вообще авиация очень хорошая, интересная сфера. Здесь огромное количество интересных людей встречаешься и очень много успешных людей, но которые все сделали правильно и деньги заработали правильно. И многие зарабатывают большие деньги и тоже зарабатывают их честно и правильно. Сейчас на самом деле у нас обычный тренировочный полет по кругам. Летим мы на замечательной машине Cessna 414. И на самом деле у нас был уже рассказ о Cessna 421. Принципиально мы, наверное, не снимем отдельную историю, но основное отличие, то есть это практически Cessna 421. Отличие у нее только в двигателях. То есть здесь установлены двигатели без редукторов, то есть 421 двигатели с редуктором, 414 двигатели без редукторов. А, кстати, был популярный вопрос, мне самому стало интересно. Дизельное топливо не замерзает в крыльях? Нет, на самом деле с этим тоже существует проблема. И более того, что получается, что на самолетах существует система подогрева топлива на некоторых дизельных. Мы, кстати, прилетим. У нас стоит один прекрасный дизельный Piper. И мы можем тоже его показать. Очень интересный представитель семейства Piper. Это Piper Cherokee, но который уже прошел ремонторизацию. На нем установлен дизельный двигатель. Наверное, тоже немножко о нем потом расскажем более подробно. Но вот в одном видео, когда мы снимали о Cessna, было комментариев, почему не показали, как выглядит двигатель. Вот так на самом деле выглядит дизельный двигатель. И точно такой же двигатель устанавливается и на дизельную Cessna. Чтобы не замерзало топливо, применяются специальные присадки, которые тоже добавляются от керосин, чтобы там не образовывались кристаллики льда. Более того, что на многих еще и установлены теплообменники, чтобы топливо проходило через эти теплообменники, нагревалось, и обратно, через обратно топливо попадало теплое назад в бак и, в общем-то, подогревало. А на большинстве дизельных самолетов, в том числе, еще и установлены датчики температуры топлива в баках, чтобы, возможно, было контролировать. То есть находятся они там на стадии, ну, скажем так, близкие к риску замерзания. А термальную тонировку можно? И, в общем, разрешено ли тонироваться теплообменникам? Ну, да, многие самолеты имеют, ну, как бы, тонировку. То есть, конечно, существуют нормы, то есть, если наносятся специальные покрытия. Но, как правило, это только в салоне. То есть, понятно, что лобовое стекло, все, что могут мешать обзору пилота, конечно, там не применяется. Но, на самом деле, на многих современных самолетах уже ставят более, как бы, так, новые технологии, которые, ну, в них не так жарко. Потому что, вот даже пример, там, Vision Jet, при его огромном остеклении на солнце в нем вполне абсолютно комфортно. То есть, есть самолеты, у которых установлены, там, абсолютно прозрачные стекла. И тогда возникает, да, действительно бывает такая проблема, что, когда летишь на большой высоте, начинаешь как-то закрываться, чтобы не было жарко. То есть, существуют или специальные такие, как панели, как сетки закрываются полупрозрачные или чем-то другим. Ну, иногда даже приходится, там, подручными средствами, там, какую-то старую карту, вот так вот, летя, прикрываться. Оторвите руки оператору. Конечно, конечно, можно было, но в данной ситуации, мы думаем, камеру не очень удобно будет зубами держать. Кстати, на самом деле, есть удивительная, удивительная девушка. Ее зовут Джессика Кох. Я, на самом деле, это один из удивительных людей вообще, в которых я встречал. Она, у нее от рождения нету двух рук, но при этом она сертифицированный пилот в Америке, который достаточно активно летает. И я, к сожалению, не встретил ее в этот раз на Ошкаше. Она, кстати, очень потом жаловалась, что кто-то, кто-то немножко повредил ее самолет во время Ошкаша. Кто-то или облокотился, или там что-то погнули ей, по-моему, или Рон, я уже что-то не помню. Но удивительный человек, и она мечтала летать, и она научилась летать. В общем-то, она управляет самолетом ногами, и это удивительно. Угоняют ли самолеты и продают ли кратильное как-то автомобиль? Я скажу нет. Я скажу нет. Во-первых, первое, почему самолеты не угоняют? За угон самолетов во всех странах крайне тяжелое наказание, крайне строгие наказания. То есть, в любом случае, воровство самолета или кража оперируется к терроризму, и жесткие очень наказания. То есть, поэтому, с точки зрения угона, дальше, ну, и я не вижу, в принципе, в этом даже логики, потому что, а, самолет абсолютно легко отслеживается, б, самолет абсолютно легко найти, ну, то есть, именно слово «абсолютно». С, у него существуют документы, и настолько, да, даже запчасти на самолете, они все имеют документы, все стандартизированы. То есть, даже выйти на рынок, ну, во-первых, а, просто не продадите. Хотя, как бы, случай о том, что, вот, в Южной Америке, там, похищали самолеты только для того, чтобы, там, перевозить, перевозить через границу наркотики, да, это известный случай, да, когда самолет просто захватывали. Ну, просто захватывали с одной единственной целью, чтобы перевезти, допустим, что-то запрещенное через границу и просто бросить этот самолет там. С домашними животными есть какие-то ограничения летать? Нет. Более того, что, ну, по крайней мере, очень много я встречал людей, которые летают с собаками. Честно говоря, не встречал ни разу, которые летают с котами, ну, там, переноска, кроме как этого. Но есть многие собаки, которые летают, и более того, чтобы даже предусмотрены специальные аксессуары. То есть есть для, ну, там, понятно, что чехол, там, сидушку, чтобы собака сидела. Но самое интересное, что есть наушники. Есть наушники для собак. И, как правило, ну, то есть ты не можешь говорить собакой, но надев эти наушники, собака чувствует себя, там, значительно комфортнее, то есть, чтобы ей шум. Но летающих собак реально очень много, и это крайне редкое явление. Твои предположения, почему с котами редко летают? Когда-то я с котом ехал на дачу, и закончилось все тем, что мне пришлось менять крышку торпеды впереди. То есть он просто сидел-сидел, и потом просто взял это когтями, пробил насквозь кожу, и когда он вышел, остались кошачьи лапы. Тепло ли внутри самолета зимой? Да. Ну, внутри самолета тепло, потому что в самолетах, ну, практически во всех, понятно, которых там, не прогулочных летних, есть печка. В других самолетах установлены отдельные отопители, которые, как бы, используют топливо самолета, они сжигают, то есть, и производят тепло. Они достаточно эффективно работают, эти отопители. Также существуют дополнительные электрические отопители, которые в самолете устанавливаются. И, на самом деле, печка, ну, очень важный элемент, то есть я имел, к сожалению, в своем опыте, когда пришлось лететь порядка четырех часов на самолете без отопителя зимой. И это был настолько негативный опыт, уже прошло, не знаю, наверное, около десяти лет, и я до сих пор это помню. И до сих пор вот начну вспоминать, вспоминаю, как это было холодно. То есть, да, в кабине вроде бы было в итоге минус шесть, но из-за того, что ты находишься, смотри, ты просто сидишь, и это выглядело приблизительно так, что попробуйте там в минус шесть, минус десять градусов, даже тепло одевшись, сесть на лавочку в парке и посидеть там четыре часа. Ну, компания «Цирус», все-таки, когда проектировал этот самолет, она стала перед балансом. С одной стороны, можно было сделать убирающиеся шасси, самолет от этого стал, конечно, бы сложнее, то есть это достаточно сложная система. Ну, правда, стал чуть-чуть быстрее. И компания «Цирус» все-таки посчитала, что в угоду весу сделала самолет с неубирающимся шасси. В принципе, шасси находятся в обтекателях, и когда вот на данном самолете они сейчас сняты, и, конечно, «Цирус» со снятым обтекателем выглядит совсем неэффектно, с обтекателем выглядит красиво. Но, по сути, небольшая потеря скорости сделала самолет проще, дешевле, ну, хотя это никак не отразилось, поценив по итогу. Конкретно в «Цирусе» шасси они являются элементом безопасности, потому что конструкция смоделирована таким образом, что когда самолет приземляется с парашютом, рессора и передняя стойка не разъезжаются, и это дополнительный эффект безопасности, то есть они гасят удар. И уже на самолетах третьей генерации и выше они еще стали ставить специальные ломающие сотовые элементы под сидушкой. Получается, что вес человека сдавливает эту сидушку, ну, этот элемент, он смягчает, шасси разъезжается, и от этого смягчается сила удара. Немножко о том, как одному человеку в ангар закатить самолет, это тяжело. Есть специальное устройство, буксировщик, они будут электрические, бывают бензиновые. Бывают для более больших самолетов, на которые можно вот так встать, подъехать, он поднимает переднее колесо, и, в общем-то, закатить большой самолет в ангар. Прогресс, треки, не могу ли вы? Не, ну, прогресс, на самом деле, мы уже на финишной прямой, то есть это был очень-очень крупный проект, то есть мы его заканчиваем. Ну, с точки зрения, то есть самолет, на самом деле, небольшой, но в нем, по сути, честно говоря, было сделано все. Он все, он закончен, он уже гудит, он все оборудование в нем работает. На самом деле, мы уже на финишной стадии, и это проект Малибу, и мы уже, на самом деле, подходим к завершению. То есть самолет полностью упакован навигационным оборудованием, самолет-двигатель уже был запущен, и сейчас идет проверка, это специальная, вот сегодня осуществлялась проверка, специальная машина. Она создана для того, чтобы проверить, насколько самолет герметичен на земле. То есть моделировать систему, вот как надувается самолет в воздухе, она подключается, и, в смысле, происходят где-то утечки воздуха, и, соответственно, они устраняются. Сейчас на этом самолете происходит замена обшивки крыла, потому что оно, здесь оно было с дефектом, и пришлось менять полностью этот элемент обшивки. Наверное, оклепки, как это правильно, как это делается, больше расскажет и Лес на своем канале Sky Pistons. Но мы тоже пытаемся. Кстати, на самом деле проект Малибу оказался не единственным, то есть вот сейчас следующий самолет, который тоже проходит подобную апгрейд по авионике, и тоже устанавливается полный комплекс. Это тоже будет один очень интересный и замечательный самолет. Как можно заработать на частном самолете? Ну, наверное, если честно говоря, никак. То есть тоже объективно надо понимать, что, чтобы на самолете зарабатывать, и, то есть вы должны осуществлять коммерческую деятельность. Это категорично противоречит, ну, лицензии частного пилота. То есть если вы хотите зарабатывать в авиации, конечно, вы, а, в первую очередь, у вас должна быть самолет и организация, которая имеет право выполнять данный вид коммерческой деятельности. Ну и, соответственно, вы должны быть пилот, соответствующий данной категории. Есть, грубо говоря, то есть авиакомпания может состоять из одного маленького самолета, но это должно быть юридически узаконено. Просто если вы частный пилот и вы купили свой маленький самолет, ну, это запрещено. То есть вы можете летать, вы можете катать своих друзей, вы можете перевозить и летать куда угодно, с кем угодно, и как вы хотите. Да, возможно, вы там имеете право разделить свои затраты с этими друзьями, но заниматься коммерческой деятельностью, продавать билеты и катать за деньги, вы не имеете права, это нарушение законодательства, ну, практически во всех странах. Так получается, что частный самолет, это нерационально? Ну, в данной ситуации, наверное, сравним, да, и частный автомобиль, это тоже нерационально, потому что вы используете его как транспортное средство, но с точки зрения тоже покупая автомобиль, вы же не смотрите, как я буду его окупать, этот автомобиль. Но вы окупаете тем, что вы, заливая в него бензин, вы экономите билеты на метро или жетоны на метро. То есть, да, в этом случае, но опять это же иррационально. Самолет дает вам как транспортное средство, а опять повторюсь, свободу перемещения в пространстве и удобство перемещения в пространстве, потому что на самом деле это вполне удобно. То есть, вы можете провести за рулем автомобиля там 8-10 часов или потратить там полтора часа за штурвалом своего самолета. Я считаю, что очень большая перспектива и отличная идея имеет самолет на нескольких человек. То есть, я считаю, что это хорошая вещь и более того, это позволяет вам, а, ну, грубо говоря, несколько человек, собравшись вместе, купить более хороший самолет, б, вы, соответственно, вы уже делите фиксированные расходы, которые стоят владения самолетом, тоже на нескольких человек. Поэтому, ну, с точки зрения, можно уменьшить иррациональность, разделив ее со своими друзьями. Очень многие самолеты оборудованы системой кондиционирования и кондиционер, в основном, конечно, он применяется на земле, потому что уже, когда самолет поднимается в воздух, температура за бортом падает, и это не, ну, по крайней мере, на высотных самолетах, это уже не так актуально. На низких летающих самолетах это актуально и в воздухе. И есть система, которая установлена как бы стационарной в самолетах, а у самолетов, у которых нет, можно применять, ну, это просто как интересный элемент. Это переносной прототивный кондиционер. Принцип его действия следующий. Сюда перед полетом засыпается лед, засыпается лед, и здесь существует помпа, начинает засасывать воду со льдом, пропускать через теплообменник, и сюда вот таким образом продувается воздух, который направляется. То есть это, откровенно говоря, назовем так бюджетное решение, потому что такой кондиционер стоит порядка, там, где-то на 600 или 800 долларов, а система кондиционирования, если вы хотите установить на самолет, может спокойно достигать, там, 25-40 тысяч долларов. Этот кондиционер, даже заправленный, весит порядка 17 килограмм, а стационарная система, которая установлена, ну, для примера, там, на Малибу, весит, весит порядка 40-45 килограмм, ну, и стоит больше 25 тысяч долларов. Это решение стоит 800 долларов и компактное. Ну, и плюс, соответственно, в те моменты, когда межсезонье, когда не жарко, его просто можно даже не брать. То есть принцип действия крайне простой. То есть засыпается лед, то есть перед полетом заливается немножко воды, и система, то есть из опыта такого кондиционера хватает порядка на 3 часа. В полете этот кондиционер можно использовать как холодильник и бросить в него напитки. А когда в самолете выключаешь кондиционер, обороты подскакивают? Не особо. Ну, во-первых, скажем, есть несколько видов кондиционеров. Есть кондиционер стандартный автомобильный, который приводится приводом от ремня, от двигателя. И его необходимо, кстати, перед взлетом обязательно выключать. То есть в любом случае, чтобы снимается нагрузка, вы выключаете. Есть кондиционер с приводом электрический, то есть тот же самый компрессор кондиционера, на него уже установлен электромотор, и он делает. И есть гидравлическое решение. Вот на некоторых самолетах просто через гидравлику стоит гидравлический агрегат, то есть давление от гидросистемы самолета раскручивает этот агрегат, а он, соответственно, крутит компрессор кондиционера. Как оплачивать приземление в аэропорту? Это происходит немножко в разных аэропортах по-разному. То есть первое, вы можете пользоваться услугами хендлера, то есть в данной ситуации для вас все услуги выполняет хендлер, и хендлер может изначально попросить у вас оплату, то есть вы можете считаться кредитной карточкой, допустим, или что. Или хендлер может просто вам выставить инвойс, и вы потом в дальнейшем можете этот инвойс оплатить. В том числе, если вы сами оплачиваете аэропорты, то есть, да, действительно, это происходит следующим образом. Вы просто приходите в кассу в аэропорту, и получаете счет, который опять оплачивает. Как правило, это кредитная карточка и все. Иногда существуют и другие ситуации. Вы можете просто прилететь, к вам никто, ничего не подходит, но потом вам просто приходит по почте или на e-mail, приходит счет, который вы должны оплатить, и все. Что будет, если лопнет колесо на посадке? И часто ли такое бывает? Конечно, самолет, ну, конечно, его тяжело будет удержать на полосе, но такие случаи не часто, но, к сожалению, происходят. Как правило, если на небольших самолетах, существует, когда перетормаживают сильно, потому что сама по себе авиационная резина, она мягче, чем автомобильная. И, то есть, касание происходит на большой скорости. Если часто тоже замечали, когда самолет касается, особенно большие, за ними идут клубы дыма, это именно касание резины, оно стирается. То есть, на многих самолетах больших установлено большое количество колес, то есть, как бы, идет резервирование. Даже если лопнуло одно колесо, то самолет может спокойно остановиться и дорулить на одном колесе. Где и как учиться? Где и как учиться? Ну, наверное, в первую очередь, я скажу так, что в основе, ну, есть масса хороших школ, они есть во всех многих странах. Мне очень нравится, в принципе, американская школа сама по себе, потому что там большое количество школ и системы образования, ну, действительно хорошие и все. Но у нас тоже прекрасное количество и прекрасные есть школы, в первую очередь, я бы рекомендовал это рассмотреть с точки зрения логистики. Если речь идет о профессиональном обучении, да, то есть, в этом случае понятно, что там молодой человек или там может уехать, где-то долго учиться. Если пилотское получает уже человек, который работает, там человек бизнеса или чего-то, и, как правило, у этих людей нет много времени ехать, ехать, уезжать там, допустим, на несколько месяцев на обучение, потому что есть работа, обязательства, семья и тому подобное. Ну, тут, наверное, очень сильно завязаны логистические вопросы, то есть, посмотрите, где это будет удобно делать. Более того, что по поводу учебы, конечно, идеальный вариант – это приехать, учиться, то есть, поступить в летную школу, если она еще находится рядом с вами, то есть, проходить обучение, ну, к примеру, там, по выходным дням. Это прекрасно, это все замечательно. Для начала, моя рекомендация – посмотреть ближайшую школу. Ну, конечно, почитав отзывы о нем, то есть, не то, что делать. Любую школу нужно проверить, почитать, почитать отзывы студентов и посмотреть, как они обучают. Птицы сбивал в полете? Нет, сам ни разу не сбивал, но вот, на самом деле, буквально недавно мы летели, это было, ну, буквально недалеко от Salt Lake City, и Орел, честно говоря, который, была достаточно сильная дымка, мы его не заметили, но у меня было такое ощущение, что он прошел, наверное, в сантиметрах 20 над крылом. Но самое интересное, я вообще не увидел у него в глазах испуга, то есть, наверное, он, он так, улыбаясь, посмотрел на наши испуганные глаза. Ну, давай последний, бывают ли три двигателя? Из ныне выпускающих самолетов, это известная, ну, серия Falcon, то есть, Falcon действительно обладает тремя двигателями, то есть, три активных двигателя и все. Эта идея была очень популярна на заре авиации, то есть, существовали, ну, то есть, потрясающий самолет Ford 3-motor, Junkers, образцы трех двигателей в прошневых существовали. Я попытался сегодня ответить на какие-то вопросы в комментариях, то есть, ну, пишите в комментариях какие-то интересные вопросы, я думаю, что если это видео зайдет, мы попробуем снова снимать и что-то рассказывать, отвечать на вопросы. Ну, а на самом деле, сегодня чудесный день. Я сегодня полетал на прекрасном самолете, то есть, я действительно увидел, насколько красив наш мир и насколько, насколько, на самом деле, интересно и красиво было садиться на закате. То есть, закат, вот, кстати, вот не знаю почему-то, рассвет не очень мне нравится в самолете, потому что обычно ты уже, если его встречаешь, у тебя так слегка косые глаза. Но закат в самолете, это, конечно, чудесная вещь, и я получил огромное удовольствие от этого сегодня. Так что, приходите в небо, летайте на таких замечательных самолетах, на которых летаем мы. Я Владимир Васильев, прощаюсь с вами, увидимся в следующих сериях. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok